2 августа 2023 года. Скотт Риттер присоединяется к шоу прямо сейчас. Скотт, всегда рад видеть тебя, мой дорогой друг. Спасибо, что присоединился к нам. Спасибо, что пригласили меня к себе. Как обстоят дела на местах в Украине между российскими и украинскими войсками? Хорошая новость заключается в том, что тебе не обязательно получать мою оценку по этому вопросу. У нас есть свежий отчет от генерала Сирски, который только что доложил генералу Залузане, и этот отчет получен из турецких источников, которые утверждают, что знают об этом из первых рук. Генерал Тирски является командующим на местах. Залузане, командующий в тылу. Говоря об этом, ты имеешь в виду украинских командиров? Все правильно. И в основном доклад Сирского сводится к тому, что ничего не произошло и ничего не работает. Мы терпим неудачу по всем направлениям. Мы бьемся лбами об эту русскую стену. Мы не получаем никаких результатов. Мы теряем всех подряд. Он критиковал применение кассетных боеприпасов. Я думаю, что у нас с тобой уже был такой разговор, в котором я сказал, а они ничего не собираются делать русским, и б, русские нанесут вам более сильный ответный удар своими кассетными боеприпасами. И это именно то, что сказал Сарский, не оказывая никакого влияния на русских, а русские бьют по ним в два раза сильнее, убивая множество гостей. Он критиковал некоторые сражения и решения о продолжении определенных сражений, говоря, что для поддержания давления на русских ему пришлось развернуть его элитные войска. Его резервы, последнее, что у него есть, и он говорит, что их уничтожают. Ничего особенного не происходит. Суть в том, что Украина проигрывает по всем направлениям. Они истощают свои резервы. Я уже говорил, прежде чем повторить это снова, что они находятся на грани краха, и когда они действительно рухнут. Это произойдет тогда, когда русские достигнут одной из своих главных целей, а именно стратегический разгром украинских вооруженных сил, уничтожение украинских вооруженных сил. Мы уже на верном пути к тому, чтобы это произошло. Несмотря на то, что ты только что сказал, это публичный отчет от генерала номер один, два или три на поле боя с украинской стороны. Мы продолжаем слышать эту мантру от Джо Байдена, от ЦРУ, от Джейка Сальвана, от Ми-6, даже от пары лидеров в Германии. Путин проиграл войну. Чего, по их мнению, они могут добиться с помощью этой пропаганды? Это просто самообман. Это делается для того, чтобы укрепить поддержку семьи дома. Эти люди, как ты знаешь, ходят повсюду и просят своих избирателей или представителей своих избирателей продолжать вкладывать хорошие деньги после неудач, чтобы удвоить количество глупостей. Ведь ты же знаешь, что Байден говорит о том, что Путин проиграл войну. Не похоже, что Путин будет смотреть телевизор и говорить, мне следовало бы выпить восьмерку. Я имею в виду, что я не подозревал об этом Байдене. Спасибо тебе, Джо, за то, что ты сказал мне, что я проиграл войну. Вау, я сдаюсь. Это не изменит ничего из того, что говорят или делают русские. Они знают правду. Это никак не повлияет на украинцев. Они знают правду. Даже генералы НАТО знают правду. Это политическое заявление, сделанное для внутреннего потребления, чтобы невежественные массы, которые продолжают верить в то, что поддержка украинского правительства является разумной политикой, по-прежнему не задавались вопросом о том, будут ли их налоговые доллары и евро расходоваться на поддержку этого неудачного дела. Вот еще один человек, который в прошлом страдал манией величия. Мне будет очень интересно услышать, что ты думаешь о нем, генерал Петреус. Я думаю, что им нужно делать то, что они на самом деле сейчас делают, изменив свой план. Конечно же, ни один план не выдерживает контакта с врагом. И очень быстро стало ясно, что эти минные поля протяженностью в несколько миль — противопехотные противотанковые минные поля, танковые рвы, зубы драконов. Траншей линии фронта, заполненной российскими солдатами, постоянно охраняются передовыми наблюдателями и беспилотными летательными аппаратами с артиллерией на готове. Что будет очень и очень трудно преодолеть, учитывая недостатки, которые есть у украинцев в некоторых активах, которые мы бы развернули в подобной ситуации. В особенности это касается мощной военно-воздушной мощи. Мы бы просто подвергли ковровой бомбардировке весь район этих минных полей, постарались бы взорвать как можно больше минуты. А затем очень мощные, хорошо вооруженные, по сути, бульдозеры, бульдозеры Д-9, которые просто прокладывают себе путь через это. Опять же, при поддержке ударных вертолетов, непосредственной воздушной поддержки и других сил. Отдыхай. У них этого нет. Так что они адаптировались, как мне кажется, впечатляюще. К чему он клонит? Опять же, он живет в стране фантазий, в стране фантазий Петреуса. Я думаю, что здесь нам нужно говорить прямо, и я надеюсь, что генерал Петреус, что вы слушаете меня. Вы неоднократно лгали американскому народу. Ты дал ложные показания перед Конгрессом Соединенных Штатов как по Ираку, так и по Афганистану. Ты дал оценки ситуации, которые настолько сильно отличались от истины, что нельзя сказать, что ты допустил ошибку. Ты намеренно ввел Конгресс в заблуждение, заставив его продолжать поддерживать войну в Ираке и поддерживать войну в Афганистане еще долгое время после того, как всем стало ясно, что мы не собираемся этого делать. Победи. Ты делаешь то же самое с генералом Украины. Ты лжешь американскому народу, но при этом даже не ведешь себя умно и ведешь себя как ковровая бомбардировка. Когда в последний раз мы подвергали ковровой бомбардировке что-то общее? Это действительно серьезно? Давай же, когда узнаешь ответ, давай же. Я знаю ответ. Во время войны в Персидском заливе мы применяли ковровые бомбардировки в ограниченных масштабах. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ни одного из них не было. Хочешь знать, почему? Мы не попали в цель. Я не хочу сказать, что мы снова промахнемся мимо цели, но это работает совсем не так, как вы думаете, генерал. Еще одна вещь, генерал, заключается в том, что существует такая штука, как противовоздушная оборона. Военно-воздушные силы США не сталкивались ни с чем, что хотя бы отдаленно напоминало то, что русские создали на Украинском театре военных действий. Мы никогда этого не делали. Даже во Вьетнаме, где они сбили нас подобным образом. Даже в Ираке, где они сбили нас подобным образом во время войны в Персидском заливе, мы вообще потеряли много самолетов. Ты же знаешь об этом. Я это знаю. Русские сбьют еще больше самолетов. Тебе нужна ковровая бомба? Позволь мне познакомить тебя с физикой ковровых бомбардировок. Видишь ли, для ковровых бомбардировок требуется, чтобы самолет летел над целью предсказуемым образом и сбрасывал бомбы ковровым способом. Это означает, что противник предсказывает полет самолета и собирается нацелить на него ракеты, предназначенные для того, чтобы сбить его. Ты потеряешь всего своего генерала военно-воздушных сил, но ты же знаешь, что то, что ты говоришь, глупо. Ты знаешь, что то, что ты говоришь, ложь, но ты говоришь это потому, что твои ведущие СМИ платят тебе за то, чтобы ты нес чушь перед американской общественностью, потому что именно этого хочет правительство США. Им нужно, чтобы ты лгал американскому народу, чтобы они не задавались вопросом, почему мы продолжаем сливать миллиарды долларов американских налогоплательщиков в канализацию, которая является выгребной ямой, которой является Украина. В конце прошлой недели сенатор Рэндпулл внес на рассмотрение Сената законопроект о внесении поправки в закон о национальной обороне НДАО, предусматривающий введение и назначение генерального инспектора для подтверждения того, что оборудование, которое мы передаем Ираку и другим странам, «Прости меня, Господи, но мы направляемся в Украину, и деньги, которые мы передаем Украине, поступают туда, куда мы намеревались их направить». 22-го сенатора проголосовали «за», но остальные проголосовали «против». Чего же боится правительство? Скажи правду. Правительство боится, что американский народ узнает то, что уже известно правительству, от 60 до 70 процентов долларов налогоплательщиков, выделяемых Украиной, в конечном итоге оказываются в карманах коррумпированных украинских чиновников, так или иначе. Подавляющее большинство денег, которые мы отправляем, поступают наличными, а не в виде оружия. Мы даем им наличные деньги. Мы буквально отправляем зеленые доллары на грузовом самолете из Даллеса в Киев. Я не знаю, действительно ли мы это делаем. Мы это сделали. Мы делали то же самое в Ираке и Афганистане. Я думаю, что теперь, когда мы стали немного более изощренными, мы можем положить их в банки прямо сейчас, и тогда украинцы смогут пользоваться этими банками. Но суть в том, что деньги находятся в карманах коррумпированных чиновников, и мы это знаем. Мы видим, например, что эти мобилизации, это и есть эти комиссары. Они покупают дома за 10 миллионов долларов, дома за 20 миллионов долларов, дома за 40 миллионов долларов. Откуда, черт возьми, они берут эти деньги? Это офицеры по набору персонала, и у них есть все эти деньги. Это коррупция, коррупция, коррупция. Мы знаем, что это происходит, но не можем этого признать, потому что американский народ никогда не потерпит этого. Так что да, благословит бог Рэнда Пола и 22 отважных сенатора, проголосовавших за него. Которые поступают правильно, говоря, что если вы собираетесь вытаскивать американские деньги из карманов американцев, то они поступят правильно. Люди и вы собираетесь отправить их на какие-то цели за границу, американский народ имеет право знать, что делается с этими деньгами. Но правительство боится сказать им об этом, потому что не может признать, что мы в буквальном смысле финансируем самую коррумпированную нацию на планете. И как бы следствие этого заключается в том, что поскольку мы знаем, что от 60 до 70 процентов этих денег исчезают в карманах, мы знаем, что все, что мы делаем, мы делаем. То, что мы делаем, обречено на провал, и это еще больше расстраивает. И, наконец, последний вопрос, это моральный вопрос. Мы вкладываем в это деньги. В любом случае, мы выбрасываем деньги на ветер ради дела, которое приносит в жертву жизни украинцев. Мы собираемся сделать перерыв. Мы позволим Скотту разобраться с этим маленьким существом, милым маленьким существом. Когда мы вернемся? Сразу после этого мы расскажем о любопытном и загадочном случае с Гонсало Лирой. Прежде чем мы перейдем к Гонсало Лире, я хочу показать вам клип моего друга Ричарда Энгела из новостей NBC News. В котором показано использование украинских беспилотных летательных аппаратов для нанесения булавочных уколов российским банкам в Москве. А затем приводится предполагаемое обоснование этого президентом Зеленским, которое переводится на английский язык. Посмотри на это. Это русский Маск. Беспилотные летательные аппараты взорвались в самом центре финансового района Москвы в воскресенье утром около четырех часов утра. Российские официальные лица утверждают, что в этом были замешаны по меньшей мере три беспилотных летательных аппарата и обвиняют в этом Украину. Русские больше не могут закрывать глаза на эту войну теперь, когда она возвращается домой. Хотя Украина не взяла на себя ответственность, президент Зелинский сделал то, что казалось самым прямым признанием трансграничных нападений на Россию за все время. И предположил, что начинается новая глава. Украина становится все сильнее. Постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам. И это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс, сказал он. Неужели это чужо том, что война возвращается на российскую территорию? Совершенно очевидно, что беспилотные летательные аппараты оказывают сильное воздействие. Я был в Москве, городе, где этот район является удивительно современным местом, которое, знаете ли, произвело бы на кого-нибудь впечатление своими высотными зданиями. Современным, знаете ли, современным и чистым аспектом это чисто гражданский центр. Все об этом знают, и нападать на них, и вот в чем загвоздка, это военное преступление. Зеленский говорит, что это вполне естественно. Нет, Зеленский, это неестественно, нападать на гражданские районы с целью причинения жертв среди гражданского населения для достижения политической цели. Это буквально и есть определение терроризма. Итак, Зеленский признает, что он террорист, и что шокирует так это то, что никто на Западе не призывает их к этому. Это так. Когда Россия наносит удар по Киеву, а это случалось неоднократно, иногда поражались гражданские объекты. Но каждый раз вспоминая о торговом центре. О боже, русские нанесли удар по торговому центру. Вот только потом они показали видео, на котором украинцы загоняют бронетехнику и транспортные средства с боеприпасами в приемную зону торгового центра. Что делает его военной мишенью? Иногда случается, что здание взрывается, а русские говорят, мы этого не делали. Это была ракета воздух-воздух украинской службы безопасности, но она сбилась с курса и попала в цель. Русские не каждый день намеренно нападают на мирных жителей. Украинцы нападают на российских гражданских лиц. Одна из сторон — террористическая организация, совершающая военные преступления. Это украинцы. Другая сторона — нация, выполняющая трудную задачу ведения войны. Может ли Зеленский разумно рассчитывать на большую поддержку НАТО с помощью этих точных ударов беспилотников по российским банкам в 4 часа утра? Нет, нет, это делается внутри политических целей. Это делается для того, чтобы поднять настроение украинского народа и заставить его поверить, что русские платят определенную цену. Чего они не понимают так, это того, что я понял, побывав в России. Русский народ — это не кучка слабаков. Они не кучка трусов. Он плакал, потому что она была искренне потрясена, но ее крики не были криками типа «О боже, давай сдадимся». В этой стране погибло 27 миллионов человек во время Второй мировой войны. Они знают, что значит жертвовать собой. Они живут с этой жертвой в память об этой жертве каждый день своей жизни и не собираются отступать. Это только сделает их сильнее и полнее решимости добиться своей цели. Все готово. Разве они не могут сбить беспилотные летательные аппараты до того, как они достигнут своих целей? Это вопрос на миллион долларов. Каждый эксперт по противовоздушной обороне в мире пытается понять, что происходит. Беспилотные летательные аппараты — это медленные низколетящие летательные аппараты из неотражающего материала. Радарам трудно их обнаружить. Дело в том, что русские развернули эти беспилотные пушки. Я видел их, когда был в Москве. Когда я был в Москве в День Победы, в тот день на Россию напали 12 беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты русскими с помощью этих орудий радиоэлектронной борьбы, снайперских винтовок, мощных снайперских винтовок, которые предназначены для того, чтобы сбивать их. Они уничтожили большинство из них. Что случилось с этими беспилотными летательными аппаратами, в частности, так это то, что они летели в Москву, когда орудия радиоэлектронной борьбы заглушили их сигнал. И беспилотные летательные аппараты фактически разорвали контакт и автоматически развернулись, в результате чего они влетели в здание. Так вот, по сути дела, предотвратив проникновение беспилотников в территории России, русские создали обстоятельства, при которых он врезался в здание, что и произошло. Ты же знаешь, что это война. Беспилотные летательные аппараты — это новый аспект войны. Потребуется некоторое время и много денег, прежде чем русские создадут многоуровневую оборону, способную помешать проникновению всех беспилотных летательных аппаратов в Москву. И это может оказаться невыполнимой задачей, потому что, как я уже сказал, это медленно летающие низколетящие транспортные средства, изготовленные из неотражающих материалов. Радарам очень трудно засечь их. Гэри, давай прокрутим клип государственного департамента с вопросом о Гонсало Лире. Я спрашивал тебя о Гонсало Лире. Он был гражданином США, арестованным в Украине за размещение диссидентского контента в интернете. И еще ты сказал мне, что госдепартаменту было известно о его аресте в мае. И вчера вечером мы узнали из серии его твитов, что его пытали в украинской тюрьме, и теперь он сидит на мотоцикле со сломанным ребром, пытаясь бежать к венгерской границе. И вот мне интересно, правда ли это, учитывая, что государственный департамент знал о его аресте и задержании, как же это могло произойти? У нас есть гражданин США, который был арестован, задержан и, возможно, подвергнут пыткам в тюрьме одного из наших самых сильных союзников. Ты сбил меня с толку с этим вопросом, и если это правда, то я думаю, что хотел бы проверить эти сообщения, прежде чем комментировать Алекса. Продолжайте. Этот департамент — это государственный департамент? Я просто хочу все проверить, прежде чем что-то комментировать. Продолжай, Алекс. Так что государственному департаменту наплевать на это, и он делает вид, что ничего не знает. Кто он такой, почему мы должны знать о нем? Я имею в виду, что Газель Лир — гражданин Чили, имеющий американское гражданство и двойное гражданство. В прошлом он работал кинорежиссером, режиссером и тренером по стилю жизни. Это его конек. Но когда началась война, он, по-моему, изначально жил в Киеве. Украинцы выгнали его из Киева. Он переехал в Карков и начал публиковать онлайн-контент, используя платформы социальных сетей, которые критиковали украинскую позицию. Он обвинял украинское правительство во лжи и так далее. И у него появилось довольно много последователей. У него уже были последователи в его бизнесе тренеров по стилю жизни, но они перешли к нему, и он расширился. И вскоре он стал хорошо известной онлайн-личностью на YouTube, в Telegram, в Twitter, которая проводила эти круглые столы. Он привлекал к себе людей. Он дважды приглашал меня поговорить с ним об этих проблемах. Все это время такие люди, как я, спрашивали, как ты можешь спокойно провести этот год в центре Каркова. Вот откуда взялся батальон Азов. Там бегает много нацистов, подразделения кракенов находятся в самом разгаре войны. А ты публикуешь материалы, которые из-за этого такие люди, как я и другие, попадают в список смертников. Гонсало Лир значится в списке погибших, но он находится в Украине. Почему он до сих пор жив? Он был арестован СБУ, исчез на несколько дней, был освобожден, ему вернули его телефон и компьютер, и разрешили продолжать делать то же самое, что вызвало большой резонанс. В некоторых районах есть красный флаг, но это не относится ни к делу, ни к делу. Он был повторно арестован в начале этого лета, и только в июле вышел на свободу. Он утверждает, что у него назначена дата судебного разбирательства, сегодня, 3 августа. Он говорит, что его осудят и посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, поэтому он решил сбежать. Независимо от того, согласен ты с ним или не согласен, веришь ты ему или нет, вот в чем суть проблемы. Оттолкни всю эту другую сторону подальше, потому что это не имеет значения. Он же американский гражданин. Что делает американское правительство, чтобы помочь американскому гражданину, который был заключен в тюрьму диктаторским режимом за нарушение свободы слова? Повторяю, тебе не обязательно соглашаться с Гонсалесом Лирой. Тебе не обязательно соглашаться с тем, что он делает. Ему позволено говорить то, что он хочет сказать. Он был арестован украинским правительством. По словам Гонсала, его пытали. У него вымогали деньги, и все это очень плохо. Что же делает правительство США? Гонсала утверждает, что в двух случаях, когда он находился в тюрьме, к нему приходил сотрудник посольства США и предлагал поддержку, но не более и не менее. Они даже не пытались добиться его освобождения. Ты знаешь, мы утверждаем, что будем отстаивать что-то до тех пор, пока украинское правительство не поправится, точно так же, как Рэнд Пол, который утверждает, что правительство Соединенных Штатов утверждает, что мы верим в подотчетность, что мы верим в ответственное расходование денег налогоплательщиков до тех пор, пока Украина не будет вовлечена. А затем нам все равно. Мы заявляем, что заботимся о свободе слова, правах человека и так далее, особенно когда речь идет об американских гражданах за рубежом. За исключением Украины нам все равно. И в этом суть дела. Украина получает пропуск, потому что Соединенные Штаты готовы пожертвовать всем, за что мы выступаем, ради того, чтобы причинить боль России. Скотт Риттер, большое тебе спасибо. Прежде чем я отпущу тебя, скажи, что ты делаешь и где будешь в воскресенье днем. Ну что же, в воскресенье днем я надеюсь быть в Нью-Йорке. С часу дня до четырех часов на площади Докхаммерсойл Плаза перед зданием Организации Объединенных Наций состоится митинг в поддержку ядерного разоружения.